Кто со мной еще не знаком, я скажу пару слов о себе. Меня зовут Володя. Я достаточно много ходил в лыжные походы. И хоть я до сих пор не мог разобраться, какие походы мне больше нравятся, горные или лыжные, но так как-то сложилось, что в лыжных походах у меня опыт получился, пожалуй, больше, чем в горных. В горных у меня руководство четверка и опыт шестивого участия в шестерке, а в лыжных у меня два года было с пятеркой, участия в шестерке, правда, дела не зашло, потому что у нас в Украине за последние 20 лет ни одной шестерки не было. Тем не менее, лыжные опыты накоплены значительный в самых разных районах, тундровых, леса тундровых, пицных, горных и так далее. Сегодня мы будем говорить о ночлегах в зимних походах и, соответственно, о снаряжении для этих ночлегов. Начну я с костров. Я знаю, что достаточно многие группы ходят вообще зимой даже в Карпаты без костров. Лично мне это кажется неоправданным, потому что костер зимой выполняет не только функции приготовления пищи, но и очень мощную психологическую функцию все яйцо. Возможно, некоторые из вас слышали о таком интересном явлении, которое в зимних походах возникает под названием холодовая усталость. Это результат постоянно действующего стресса. Человек на холоде, даже если ему тепло, он не мерзнет совершенно, более того, ему там под рюкзаком жарко, все равно он испытывает постоянный стресс от самого осознания того, что вокруг холодно, вокруг условия, несовместимые с жизнью, можно остынуть, замерзнуть, отморозить себе что-то и так далее. Вот при постоянном действии этого стресса неподготовленный человек выходит из строя, ну скажем, буквально на второй-третий день, если он ни разу до этого, скажем, не ночевал в зимних условиях. Поэтому люди, которые ни разу не ходили в походы выходного дня в холодное время года, как правило, пройти даже единичку, там, семидневный поход с ночевками в палатках не в состоянии, потому что буквально на третий день от этого стресса работоспособность резко падает. Поэтому для начальных походов особенно важно время от времени предусматривать возможность не то, чтобы согреться, согреться под рюкзаком несложно, но вот побыть в каком-то комфорте. В этом смысле костер создает очень мощное ощущение комфорта. Он, кстати, не согревает. Распространенное заблуждение гласит о том, что возле костра можно согреться. Это неправда. Зимой, когда реально холодно и мороз там хотя бы больше, чем минус 10 градусов, возле костра согреться почти нереально. Если вы там стоите, возле костра, греете возле него руки, вам с одной стороны тепло, с одной стороны вы нагреваетесь, но с трех сторон вы остываете. Поэтому при влительной неподвижности возле костра, вот это часто можно наблюдать именно в походах выходного дня, когда народ убирается куда-то в лес и сидит там вечерком возле костра, травит байки, поет песенки. После такого сидения, вроде как бы даже тепло, костер большой, там все греет основательно. Но когда встаешь от костра после там часа или двух часов неподвижности, начинает буквально холодить, в таком состоянии залезать в спальник очень не рекомендуется, потому что согреться, из-за мерзшего состояния согреться в спальнике, особенно в индивидуальном, почти нереально. Поэтому костер все-таки в зимних походах рекомендуется. Правда, возле него не только греться нельзя, но возле него еще и вещи сушить нельзя, как и администратор. Потому что сушить вещи возле костра, опять же, зимой, очень сложно, рискованно, их легко прожечь и спорить. А эффективность зимней сушки вещей возле костра, и особенно обуви, очень низкая, опять же, из-за перепада температуры. Когда в какой-то толстой вещи, если это толстая куртка, толстая варежка, там, тонкие вещи более-менее сохнут. А вот толстые сохнут очень плохо, потому что вода, испаряющаяся с той стороны, где костер, она тут же конденсируется на холодной стороне. Она никуда не девается, она просто перекачивается внутрично. С одной стороны, с одной стороны, с одной стороны, с другой. Если снега немного, то не является большой проблемой разгрести его чуть-чуть и на снегу, на земле развести костер. Проблема начинается, когда снег глубокий, как это очень часто бывает в зимних походах, даже в Карпатах, где снег достигает на верхней границе леса, может достигать метра, полутора метра, так и так далее. Копать в такой ситуации яму для костра, это, во-первых, трудоемко и хлопотно. В полутора метровом снегу выкопать яму, это займет час или больше времени. Потом эта яма получится не полутора метровая, а двухметровая, за счет отбала снега. И особенностью таких костровых ям заключается в том, что откуда бы ни дул ветер, эта яма сначала до краев наполнится дымом, и только выше уровня ямы, выше уровня этих бортиков, дым будет куда-то уносить уже ветром в сторону. Все, кто в этой яме сидит возле костра, готовит еду и греется, они все будут в сплошном дыму. Это достаточно мило. Туристская мудрость придумана несколько способов разведения костра на снегу. Почему-то вот такой вот вариант с висячей сеточкой появился относительно недавно, уже на моей памяти, хотя ничего высокотехнологичного, как вы видите, здесь совершенно нет. Тем не менее, раньше на снегу, для того, чтобы развести полноценный костер, рубили плотик. Нужно было найти какие-то бревна, достаточно толстые, достаточно сырые. Сырой варежник, который на земле можно найти, который горит плохо, но зимой его под глубоким снегом, понятно, что не найдешь, не то, что не откопаешь. Поэтому для плотика более-менее нормального приходилось убить зеленые деревья, что тоже противопоказано и противоестественно. Этот плотик, его нормально хватает на то, чтобы там вечером он еще более-менее нормально удерживает костер. За вечером основатель уже прогорает, и утром это уже такая дыра в снегу перекрытая полуронаревшими бревночками. Виду подобный надо будет где-то против плотик, либо как-то его управлять. Поэтому придумка вот с такой висячей сеточкой, она очень гениально решила проблему зимних костров. Конструкция простая, но явление. Металлическая сетка с диаметром лечейки где-то от 5 мм до сантиметра, наверное. Если мельчая, то сетка будет слишком тяжелая. Если крупнее, то будут слишком сильно угли просыпаться. Вот такая сетка. К уголкам приделываются тросики. Тросики могут быть достаточно короткими. Достаточно, чтобы от сетки тросик отходил сантиметров на 20. Дальше к нему уже можно привязывать бережку. Любую. Сетка растягивается между береги. Над сеткой, опять же, на тросике, на крючочках вешаются котелки. Кроме того, что такой костер не проваливается. Снег, он еще по-русски, а за счет мощной тяги снизу. Очень хорошая революция, на нем горят даже несколько качественные дрова. Недостатком сетки является то, что костер на ней нельзя сделать любого размера. Снега развести такой огромный костер, возле которого там может успешно поместиться вся рука. Но отчасти это регулируется размером сетки. Не нужно сильно экономить на размере сетки. Лучше сделать ее побольше. Ширина, наверное, сантиметров, ну не меньше 50-60 должна быть. 50-50-60. Длина, скажем, метр. Вот такая сетка. На такой же можно развести достаточно большой костер. Если сетка маленькая, то, соответственно, большой костер не разводится, и возможности такой сетки ограничены. Разница в весе между большой сеткой и маленькой будет там 200 градусов. Но это существенно. Вот различные варианты таких сеток. У меня здесь на фотографии это. Чем оно листается? А верхний мошен, да? Там инженерная система. Ну вот, просто. Вот, еще раз. Из нюансов зимних пиваков. С одной стороны, за счет постоянного наличия снега, зимой, это позволяет останавливаться в тех местах, и даже ходить в такие места, куда летом ходить не удается, по причине отсутствия там воды. Зимой, зимние туристы, лыжники, они к наличию воды не привязаны, поскольку везде есть снег. Но топить снег – это достаточно трудоемкое занятие. Нагреть воду от 0 до 100 градусов, вот котелок воды от 0 до 5, занимает примерно в 2 раза меньше времени, чем растопить снег. То есть, может, даже в 3 раза меньше времени. С вас на топление снега, вот такой котелок уйдет, вот, к примеру, там полчаса на костре, а на горелке так и весь час. А потом для того, чтобы эту растопленную воду довести до кипения, это займёт, а можно листание какое-то запустить, потому что прямо не выпускается. Так, чтобы какой-то кнопкой его можно было листать. Трудно. Поэтому для экономии времени, в первую очередь, ну и во вторую очередь, для экономии топлива, если дело происходит на горелках, конечно, желательно привязываться... Теперь она кнопочками листается, да? Желательно привязываться к наличию мокрой воды какой-то. То есть, всё-таки, к утюгам. Да, да. Для туристов-лыжников наличие ручейка, наличие жидкой воды – это большая радость и счастье. Поэтому, что сильно экономит время. Но и, кроме того, позволяет всякие гигиенические процедуры выполнять. Если воду топить только на костей, то такой воды всегда маловато, её всегда не хватает. И там проблема, там помыться, почистить зубы, становится очень непростой. Снегом это всё делать хлопотно. А вот, если нет жидкая вода, то, конечно, жить намного проще. Да, вот обратите внимание, глубина снега под постровой сеткой может быть, в общем-то, любой. Это технология установки бивака обычно такая. Приходит группа, выбирает место для стоянки. При том, что наличие воды не критично, наличие ровного места тоже не очень критично, потому что при глубоком снеге вытоптать ровное место можно почти где угодно. Наиболее существенным оказывается наличие хороших троп. Глупа идёт, когда приходит левиста к стоянку, посматривает по сторонам, где бы выбрать, где был хороший сухостой. Если это в лесной зоне, конечно, без лесной зоне, там другие какие-то. Находится хорошее сухостойно. Сначала все, не снимая рюкзаков, на лыжах вытаптывают площадку под палатку. Потому что если просто палатку поставить на таком снегу, то она будет проваливаться внутри палатки при попытке ходить по полу. Там будут образовываться такие ямы, на которых спать будет некомфортно. Сначала в лыжах вытаптывается площадка. Тут надо сказать, что даже на неглубоком снегу, если снег совсем неглубокий, как, например, под Киевом сейчас, гораздо комфортнее палатку ставить на снег, а не на землю. Не надо разгребать снег под палаткой, прежде чем ее поставить, потому что земля холоднее снега. Снег это очень хороший теплоизолятор. У него теплоизоляционное качество, близкие к пенопласту. Поэтому на льду очень холодно спать. На промерзшей земле тоже достаточно холодно спать, хотя и теплее, чем на льду. На снегу теплее всего. При этом снег еще и будет впитывать влагу, которая, если вы поставите на лед и на землю, то эта влага, она быстрее будет впитываться в ваши спальники. Но палатки далеко не всегда будут герметичны, особенно у неновых палаток. Эта влага быстро будет впитываться в спальники. Если палатка стоит на снегу, то, соответственно, она будет быстрее в снег впитываться. Вот. Значит, утаптывается площадка под палатку, после чего группа сходит с этой площадки, дам ей немножко подмерзнуть. Минут 10-15, в зависимости от мороза и условий, нужно для того, чтобы этот утоптанный снег прихватился, чтобы он стал меньше проваливаться. Тем временем лыжи нужны для того, чтобы растягивать на них палатку, поэтому народ снимает лыжи и начинает пешком протапкивать основные магистрали лагерные. От палатки к костру, от костра к сухостоине и так далее. Для начала там это там по поясу в снегу пробиваются какие-то траншеи. Потом по мере хождения по этой траншеи их уровень потихоньку поднимается и в результате в среднем глубина таких траншеей относительно поверхности снега может быть там всего лишь полметра. При том, что глубина снега в этом месте может быть там 2 метра, 3 метра. На приполярном Урале, например, в некоторых долинах глубина снега к весне достигает 5 метров по официальным данным. Можете себе представить. Это не надувы, это не наметы какие-то, не лавинные выносы, это просто средняя глубина снега. Бущение 5 метров. Мы, например, когда ходили по приполярному Уралу в лыжный поход, мы вот за поход не то что не видели земли, мы даже нигде там втыкая лыжи в снег, растягивая палатку, лыжные палки втыкая, мы нигде не доставали до земли иногда. Тем не менее, в таком снегу затапливаются дорожки. Если же с этой дорожки сойти, вот дорожка там ходишь, по дорожке рядом снег по колено. Если шагнуть с этой дорожки в сторону, проваливаешься вот так вот сразу по грудь. Оказывается, даже ниже коса. Так бывает. Ну, в зависимости от качества дров, можно костер взвести большой. Скорость приготовления еды на костре примерно раз, если нормальный костер, то раз 5 быстрее, чем на рюк. Так, это мы вернулись. Теперь вернулись. Сетки не подбираются? Это очень зависит от качества сетки. Папки можно вернуться? Следующая папка палатки. Очень зависит от качества сетки. Как правило, даже плохого качества сетки на поход хватает. А если сетка более-менее из нормальной проволоки, ну, сейчас из нержавеете, например, достаточно много сеток, каких-то технических. То такой сетки хватает на много походов, она практически вообще не прогорает. Если сетка какая-то попалась плохая, дешевая, изломкой, быстро окисляющейся проволоки, тогда она может прогореть. Но даже наличие отдельных дырок, оно, во-первых, не сильно критично, когда там в сетке пару дырок образовалось, а во-вторых, несложно, там даже как-то зачинить там куском медной проволоки. В любом случае, это вы на поход хватает? Да, на поход хватает. Ну, желательно их делать такую уже сразу, хорошую сетку на несколько походов. Сейчас продается этот сетной материал, его можно купить на технических рынках, на каких-то, в тех же самых строительных гипермаркетах. Есть эти сетки. Можно купить и сделать хорошую сетку. Вес комплекта, значит, сетка с оттяжками из тросиков, плюс тросик, который растягивается над ней, тросик должен быть примерно на метр длиннее сетки, с петельками по концам, к этим петелькам тоже привязываются уже обыкновенные релёвочки, там ли шнуры какие-то, ли шнурки. Не обязательно, чтобы это по всей дне был тросик. Плюс по тросику, к тросику должен прилагаться комплект крючочков, желательно, чтобы конструкция крючков была такая, чтобы они не просто скользили по тросику, потому что котелки съезжаются вместе, это не всегда удобно. Удобно, когда под нагрузкой крючок на тросике фиксируется. Есть такие с перегибом можно сделать крючки. Тоже есть несколько разных вариантов, для того, чтобы можно было двигать по желанию котелок туда-сюда. Например, это двинуть его на край раскрашенного, и не перегибался. Такой комплект, тросик, сетка, крючки весит где-то полкилоэльца. Это нормальная сетка. Очень такой получается, как крюченец. Переходим к палаткам для зимних походов. Палатки для зимних походов очень часто используются групповые. Почему групповые? Потому что на морозе, на ветру, в глубоком снегу, на биваке достаточно некомфортно, неудобно. Готовить еду на холоде, на морозе неудобно. Сидеть возле костра тоже неудобно. В частности, потому что возле костра снег тает. И если на морозном снегу при хорошем снаряжении у вас вся одежда и обувь сухие, просто потому что морозный снег никуда не впитывается ни в какую обувь и в одежду, то как только температура становится плюсовой, этот снег начинает таять и тут же впитываться во все, ботинки, штаны, одежды, луковицы. Возле костра это происходит мгновенно. Вот тут возле костра ботинки нагрелись, я стою возле костра, тут я нашел в сторону, ступил в снег, у меня этот снег мгновенно на ботинках тает и всасывается. И на той как-то снега может. Поэтому в зимних походах стараются брать групповые палатки для того, чтобы большую часть времени на биваке палатков группа проводила в палатке. В палатке можно жить очень комфортно, там же можно готовить еду, ставить примуса-горелки, дежурные могут на улице на костре в это время готовить. Вся группа сидит в тепле, в комфорте, это опять же очень существенно с точки зрения борьбы с вот этим холодовым стрессом, с холодовой усталостью. Часто вилут печки, в такой палатке ставится печка типа буржуйки, дальше я про печки буду рассказывать более детально. Если нормально работая в печке в такой палатке, то при температуре минус 20 снаружи в палатке можно поднять температуру до плюс 20, ну на уровне, скажем там на высоте метр. Люди сидят на спальниках, раздевшись до футболочек или до гола, снаружи забывают какая-нибудь там курга, внутри палатки очень комфортно. Для зимних походов это очень важно. Палатки бывают разных конструкций. Вот на предыдущем кадре вот там на дальнем плане эта палатка такая промышленного советского производства под названием зима очень хорошо я бы сказал продуманная и сделанная. Вот это уже самодельная палатка аналогичная зиме немножко измененная. У нее чуть меньше диагетра и меньше клиник. Одним из недостатков зимы является то, что у нее 10 растяжек. То есть скажем для группы из 6 человек уже не хватает лыж. Надо центральный кол две лыжи и соответственно 10 лыж на растяжке. И если какую-то из этих лыж надо, например, ремонтировать или нужно как будто пойти на разведку посмотреть, какую сторону и без автора или просто полез и подверг поискать сухостроен, то уже лыж очень сильно не хватает. Здесь сделана восьмерослеточная палатка. Это немножко удобнее, чем зима. Обратите внимание, здесь над палаткой сделан специальный тент отдельный. Отдельная палатка и вот из этой серой ткани это тент. В чем фишка? Дело в том, что эти зимние палатки обязательно делаются из промокаемой ткани. Если палатку сделать из непромокаемой ткани, даже если просто крышу сделать только, в некоторых моделях так сделано, боковая стенка как бы из промокаемой ткани, вот крыша из непромокаемой. При этом на непромокаемой ткани образуется от дыхания группы столько конденсата, который зимой превращается в иний. Вся крыша палатки изнутри покрывается полосным слоем линий. Этот иний ночью от малейшего шевеления, а то и сам собой светится на спальнике. Утром просыпаешься, спальники просто все засыпаны полосным слоем снега. Поэтому в зимних походах борьба вот с этим конденсатом это очень серьезный фактор вообще жизни зимних туристов и снаряжение, практически все снаряжение для зимы подбирается с таким расчетом, с таким учетом, чтобы как можно сильнее уменьшить количество вот этого конденсата. Палатки в том числе. Поэтому зимние палатки делаются из непромыкаемой ткани. Но это хорошо для северных районов, где период зимних походов практически без откипелей. Там сильные морозы, зато там не бывает. Если ходить, скажем, по каким-нибудь Карпатам, где откипели вполне обычное явление, или даже по Крыму, как мы ходили, то совершенно реально в зимнем походе попасть в дождь даже или в мокрый снег. Вот от дождя или мокрого снега вот такая палатка совершенно не спасает, у нее крыша просто пробивается дождем. Поэтому для того, чтобы расширить диагноз для меня палатки на такие вот условия, в палатке шьются такие специальные отдельные тенты крыши из непромыкаемой ткани для того, чтобы можно было ее ставить в мокрый снег и дождь. Более того, если в палатке работает печка и, соответственно, внутри палатки плюсовая температура, то даже на морозе, если идет снег, этот снег падает на крышу палатки, тут же тает и начинает прокапывать внутрь. Поэтому в снегопад либо приходится обходиться без печки, уповая на то, что снегопады очень редко бывают при реально низких температур, это совсем не исключение, чтобы при снегопаде было меньше минус 20. Ну и как-то можно переждать без печки. Потому что в снегопад раскачгаливать печку без такого тента не получается. Слишком быстро начинает палатка промокать. Иногда внутри палатки, опять же, для борьбы с конденсатом, потому что, несмотря на то, что ткань дышащая, конденсат все равно образуется, иногда внутри палатки подвешивается еще так называемый второй слой. Из тоненького совершенно парашюта, вот у меня он просто из парашютной ткани сделан, он надевается на центральную лыжу, вот в этих вот уголках пристегивается крючками изнутри, чуть-чуть свисает на боковые стенки, даже не до конца. Важно только вот в эту наклонную часть. Вот, закрывал. За счет, получается такая двойная стенка. Во-первых, она резко уменьшает количество конденсата, во-вторых, конденсат образуется на внешней стенке и, обсыпаясь, этот иний падает не на спальнике, а на внутренний слой парашютного капота, по нему сползает и всыпается под боковую стенку, где можно сделать так, чтобы он уже не всыпался на спальнике. Еще обратите внимание, значит, в зимних палатках вход никогда не делается на молнии. Вот здесь вход, это цилиндр-тубус, вход типа тубус. Это характерная особенность зимних палаток, связанная с тем, что молнии зимой работают очень плохо. Вот этот самый иний, который образуется внутри палатки, он, если молния индивеет, то она очень плохо расстегивается и застегивается. Ее расстегнуть и застегнуть можно только приложив очень большое усилие. Это усилие часто превышает возможности молнии, и она просто, язычок, разлетается на куски при попытке, то есть индивевшую молнию расстегнуть и застегнуть. Если дело происходит зимой, и в вашей палатке поломалась молния, то бывает такое, что надо сходить с маршрута, потому что палатка с незастегивающимся входом зимой невозможно в ней жить. В нее малейшая пургана, ведет снега, столько, что жить будет нереально. Поэтому для зимних палаток гораздо более эффективный вход типа тубус. Он совершенно, абсолютно надежен, он очень прост, он затягивается веревочкой, работает в любых условиях облегчения, несравненно надежнее молнии. И меня, например, очень удивляет, почему в современных каркасно-дуговых палатках сейчас на нашем рынке практически нету моделей с таким входом. Для зимы, для зимних условий, или, скажем, для высокогорных условий вход типа тубуса намного удобнее, чем вход типа молнии. Более того, даже для летних походов выходного дня и отдыхательных походов тубус имеет преимущество перед молнией. То, что в застежках, во входах, которые застегиваются на молнию, в них всегда есть дырочка, вот там, где язычок, где его ход заканчивается. Эта дырочка обычно достаточно маленькая, комары в нее не пролетают, зато в нее очень успешно просачиваются муравьи. Кто ходил летом, наверняка с этим сталкивался. Как старательно молнию не застегивай в палатке, если неподалеку есть муравейник, на кутру может оказаться полная палатка муравьев. Вход типа тубуса, он затягивается абсолютно, ни один муравей туда пролезть не может, не говоря уж про комар. Более того, вход типа тубуса, он обычно делается так, что верхняя часть этого цилиндра свисает до земли, то есть его как бы длина больше в диаметре. При этом, опять же, в отличие от молнии, когда вы заходите в палатку, летом в комаринное время, у вас тубус сгребает всех комаров с вашей спины, и сразу вслед за вами занавеской падает до земли. То есть при входе, выходе людей из палатки комары не могут залететь. В отличие от молнии, где при каждом входе, выходе человека, комаринное время, вместе с ним залетает с ним как у нас какие-то достоинства у входа типа тубус. Вот совсем самодельная модель палатки, сделанная из обычного парашюта. Видно даже, как там эти клинии парашюта сшивались. Весит такая... А, причем вот эта палатка, в ней вообще нету дна. У нее только стельки немножко подогнуты внутрь, дна в ней нету. Это тоже характерная фишка зимних палаток, которая связана с тем, что, как ни старайся, заходя в палатку, занесешь с собой какое-то количество снега. Обычно в этих групповых палатках возле входа лежит какой-то веничек или специальная щетка-сметка, и на каждого входящего сразу рычат, что, ну, святой снег, любом снег, или спахил посметай, или там на спине, или еще на чем-то. Потому что, особенно если палатка с дном, то любой снег, попадающий внутрь палатки, рано или поздно оказывается в спальниках. Ему там просто больше некуда деваться. Если же палатка без дна, то, соответственно, любой снег, попадающий внутрь палатки, он успешно там притрамбовывается к тому снегу, который образует дно палатки, а спальники там лежат где-то вот отдельно, рядышком, на полигеленчиках, на ковриков. Что касается разницы в термоизоляции, то вы понимаете, что один слой тоненького капрона, у него термоизоляция равна нулю. И то, что у вас на дне палатки есть слой тонкого капрона, или у вас нету этого слоя тонкого капрона, аж никаким образом на теплоизоляцию палатки не влияет. Поэтому вот это дно в зимних палатках, это чисто, ну, эффект психологический создает. Что как бы вот вроде бы, типа там отдельно, там снега, а на самом деле практически эффект у нас скорее отрицательный. Поэтому опять же, вот даже в тех больших зимних палатках, которые я показывал, в них в дне там куча всяких дырок, начиная от технологической дырки, которая вырезается где-то неподалеку от одной из стенок. Это дырка для того, чтобы в ней ставить примуса, например, в этой дыре, когда ставят примуса или горелки в палатке, чем ниже они стоят, тем безопаснее. Они не так сильно опрокидываются. Поэтому вот в этой дырке делают такую яму, примусную, кухонную яму. Можно снег брать, прямо в палатке, если нужно топить снег, то удобно прямо из этой ямы тут же этот снег вырезать. Ну и плюс там некоторые другие функции этой ямы выполняют. Например, в тундровой зоне, когда никаких кустиков поблизости нету и метет суровая пруга, то, скажем, там из палатки утром могут сначала выйти все парни с рюкзаками, потоптаться какое-то время снаружи, а девушки таким образом получают возможность относительно теплого туалета. Вот, поэтому дырки в дне тоже выполняют полезную функцию. Вот такие палатки без дна, они получаются еще и легче, кроме всего прочего. Плюс дно, это та часть палатки, которая сильнее всего обмерзает. Даже капрон, к которому не очень сильно примерзает лед, все равно какое-то количество на каждой ночевке какое-то количество снега, льда на дно намерзает. Отчего палатка становится тяжелее и более племной. Отсутствие дна помогает справиться с этой проблемой. Вот вся эта палатка весит, по-моему, где-то порядка двух с половиной килограмм. На группу восемь человек. Это пока наступает. Ну, капрон, это парашютный капрон, но даже если его опустить в воду и вынуть из этой воды, он... По-моему, мы в ней даже в девяти раз спали. Можем быть, да. Если там не ставить примуса, то вполне можно поместиться в девяти раз. На стенд там сверху? Значит, стенд там... Я сейчас покажу, там где-то будет вход. С стендом нет. У этой палатки крыша, как и полагается, промокается очень легко. Но просто печка не работает, поэтому снег лежит на крыше, не тянет. Когда печка не работает, то в палатке температура не высота. Значит, вот эти палатки типа шатер. Все эти палатки, которые я показываю, это палатки типа шатер, центральный кол, боковые растяжки, вертикальная боковая стенка высотой сантиметров 50. Это палатки с достаточно плохой аэродинамикой за счет своей формы, за счет высокой боковой стенки. У них аэродинамика неважная, поэтому в тех местах, где дуют двери, приходится строить защитные стенки. Есть гораздо более ветроустойчивая форма зимней палатки, которая называется чум. Это просто конус. Такую форму жилища уже в течение тысячелетий используют все северные кочевые народы. И очень странно, опять же, что туристы-выжники так мало используют эту форму. Палатки типа чумы, они почему-то используются гораздо реже, чем шатры. Хотя у чумов ветроустойчивость на порядок лучше, чем у шатров, но в них немножко меньше полезного пространства. В них как бы внутри немножко икснее. Хотя вот если с центральным колонн палатку представить без боковой стенки, а просто продлить ее, условно говоря, до земли, то вот эти вот тревольники, которые образуются, их можно забивать, забивать вещами, тогда для спящих, для лежащих людей там будет место даже лучше. Наиболее надежные палатки типа чум с внутренним каркасом. Вот здесь нету внутреннего, здесь только центральная стойка, внутреннего каркаса нету, поэтому любой ветер эту палатку очень сильно трепыхает. Во-первых, при трепыхании легко порвает ткань, во-вторых, сыпется весь этот образовавшийся конденсат от трепыхания сразу же. Я видел два варианта палатки типа чум, один маленькая палатка там буквально на троих-четверых человек с каркасом из трубок дюралевых, но на большой палатке это не очень удобно, потому что при больших размерах прочность этих дюралевых трубок будет недостаточной для того, чтобы супруги концеррии толстые, то есть и дожилы. Для лужных походов была разработана в свое время небезызвестным Игорем Синицыным, очень хорошая модель палатки чум, в которой внутренний каркас делался из лыж. То есть лыжи ставились вот так вот. Носилось с собой такое сборное из алюминиевых двух или трех дуб, я уже не помню, собиралось такое колечко с двумя перекрестьями. В этом колечке были специальные вставки для лыжных носков. И получалось там шесть лыж, по-моему, ставилось вот так вот. Сверху соединялись вот этим вот куполом-колечком. Получалась палатка с абсолютной ветровой устойчивостью. Ее никакой ветер, никакая пуха, совершенно ничего с такой палаткой сделать не может. И для полярных походов она очень удобна, потому что не требует практически защитной степки. Как инструкция с абсолютного местом особо не терапевтируется? Мне очень жаль и очень странно, что никто у нас сейчас такие палатки не производит. И даже тот же Нецкиев, который когда-то такие палатки делал, он как бы забросил это дело. Сейчас этим не занимается. А вот вот эти палатки шатер, которые гораздо более широко расставлены, они, как только есть возможность какого-то ветра, даже если вечером еще ветра никакого нету, все равно в всякий случай нужно ставить защитную стенку, потому что даже средний ветер может эту палатку порвать. А если среди ночи пурга у вас разрывает палатку, то ситуация мгновенно превращается из комфортной катастрофической. Потому что пурга забивает снегом моментально все спальники, все вещи, подъемка заметает. вот это вот ветра неустойчивая земли палаток, это их достаточно слабое место. Стенка строится из снежных кирпичей. Как вот на этой фотографии, если это граница леса, но лес такой жиденький, рейненький, и его недостаточно для того, чтобы обеспечить нормальную ветрозащиту, стенка может быть всего лишь высотой в боковую стенку палатки. В безлесной зоне или в более серьезных ветряных условиях стенку приходится ставить высотой больше двух метров на всю зубу палатки. Это достаточно хлопотно. Хотя, опять же, с другой стороны, как бы традиционно это делается следующим образом. Пришли на стоянку, растянули палатку, запустили в середину дежурного или девушку, чтобы она там что-то уже кочегарила примуса, разжигала печку, всякое такое. Тем временем, вся остальная алю построит стенку вокруг палатки. Время построения стенки, оно как раз примерно равно время приготовления и пищи. Если все это время сидеть внутри палатки, начнешь стучать зубами, особенно если печки нет, потому что холодно. А так входишь снаружи, греешься работой, как раз как стенка построена, тут уже изнутри кричат, что уже залезай, жрать готова. Так что вполне все состыковывается. Вот, кстати, у стандартной палатки зима одна грань оранжевая, это не случайно. Эта грань, противоположная входу, она называется ветровой гранью. Ее всегда ставят к ветру, эту оранжевую грань, таким образом, что входит всегда отвод ветра. И постановка палатки начинается этой ветровой гранью. То есть бросили палатку на землю, в середину залез человек либо с центральным колонной, либо с двумя связанными лыжами чаще всего. Поставил центральный кол, начинается с того, что взяли за растяжки ветровой гранью, оттянули против ветра, укрепили растяжку. Потом взяли за растяжки напротив, на входе, растянули, закрепили, чтобы кол уже стоял не шатался. После этого можно остальные растяжки растягивать. Как правило, растяжки растягиваются не по очереди, по кругу, а напротив друг к другу. То есть растянули две противоположные растяжки, потом взяли еще две противоположные В безлесной зоне стенки уже приходится строить более существенные. При этом удобство построения стенки и ее надежность в значительной степени зависит от того, насколько это место ветреное. Поскольку там, где ветры частые и сильные, снег ветрами укатывается до плотного состояния, из которого легко резать такие кирпичи. Они удобно вырезаются, они достаточно прочные, эти кирпичи, хорошо держат форму, надежные, в общем, работать с ними одно удовольствие. Если же снег рыхлый и пушистый, то понятно, что кирпичей из него не нарежешь. И в условиях рыхлого пушистого снега построить защитную стенку правило не удается. Здесь есть один интересный нюанс. Представьте себе, что идет группа по какому-то ущелью. Ущелье там виляет, у него какие-то выступы, какие-то отрожки, в общем, разная такая, разная аэродинамика. И вот под ногами там, скажем, пушистый снег проваливается, приходится тропить лыжню, выходит группа за какой-то поворот и обнаруживает, что это хороший плотный наст, из которого удобно резать кирпичи. Где лучше ставить палатку? Там, где пушистый снег или там, где хороший плотный наст для кирпичей? Вот эта разница в плотности снега, даже если ветра нету сейчас никакого, предположим, эта разница в плотности снега очень хорошо показывает, где ветер бывает, где он частый, а где его не бывает. Если у вас вот по одну сторону, там за одним, по одну сторону угла какого-то снега рыхлый и пушистый, значит, там уже давно не было ветра и, скорее всего, его не будет этой ночью. А по ту сторону этого угла снег плотный и утоптанный, значит, там ветер бывает достаточно регулярный. То, что его нету сейчас, еще совсем не значит, что он не начнется в середине ночи. Поэтому оптимальным вариантом является поставить палатку с той стороны угла, где снег пушистый, а кирпичи резать там, где плотный снег. Так что вот само наличие плотного снега плюс плотность этого снега, это очень хороший индикатор того, насколько ветреное место. А аэродинамика в горах очень хитрая штука, и бывает такое, что вот буквально вот этот склон ручейка может быть абсолютно безветренным, а вот этот склон ручейка может быть совершенно ветренным. Я, например, слышал одну такую интересную историю, когда группа там пришла куда-то, вот шла-шла, значит, пришли, поставили палатку, ночью началась пурга. Ну, пурга, все метет, ничего не видно, ветер трепыхает, палатка, стенка построена, утром выходить нельзя никуда, потому что видимости нет. Пурга сидит, группа в пурге, значит, день сидит в пурге. На второй ночь сидит в пурге, на следующий день опять день сидит в пурге. Ну, как бы, продукты заканчиваются, сроки трещат по швам, что делать непонятно. Короче, отправляет руководитель двух человек на разведку, чтобы они там то ли пошли куда-то, посмотрели, нельзя ли в этой пурге идти, то ли еще что-то, я уже не помню по какому поводу эти двое пошли на разведку. Короче, двое выходят из палатки, проходят 500 метров, переходят на другую сторону ущелья и обнаруживают там солнце на другой стороне ущелья, 500 метров от палатки. Значит, палатка стоит в аэродинамической трубе, в которую сметают всю поземку со всех окрестных склонов. Значит, синее небо, ясное солнце, мороз, отличная погода. Внизу по ущелью метет высотой 2 метра поземка. Вот эта двухметровая поземка полностью накрывает палатку и у сидящих в палатке создается абсолютное ощущение в пурге. Группа вторые сутки сидит в локальной пурге. Которая вот в пурге. Лично я однажды попал в тоже такую интересную двухметровую пургу. Значит, мы в Хибинах спускались там с какого-то хребтика и у нас проблема была не попасть в каньон. Там гребень такой достаточно широкий спускается вниз в долину с главного хребта. Но с одной стороны каньон речушки по карте и с другой стороны каньон речушки по карте. И на этих каньонах каньоны это вообще такие фиговые места, потому что, во-первых, там карнизы висят со всех сторон в этих каньонах и в пурге очень легко на этот карниз вылететь. Во-вторых, если заедешь в этот каньон, там всегда тропежка глубокая, лавинная опасность. В общем, не надо нам в каньон. А видимость, ну, метров пятьдесят, наверное. Тем не менее, мы обращаем внимание на то, что у нас пурга. У нас видимость метров пятьдесят. А над нами сияет синее небо, солнце, в общем, никаких облаков нет. Мы понимаем, что это пурга, это ровно вот у нас по макушке. Это вот та самая поземка, которую сметается крестных слонов ветра. И мы для того, чтобы определиться, где мы находимся, куда нам идти, где там этот каньон, мы просто залезали время от времени друг к другу на плечи. И, значит, человек торчит по поясу с пурги и смотрит, что куда-то не мыли. Эффект такой очень интересный. Вот уже такая более серьезная стенка. Более серьезных безместных условий. Вход, кстати, тоже очень интересный. Значит, напротив, как правило, эта стенка делается почти полная, с дыркой напротив входа. Однако природа – это такая коварная штука, что ставят на палатку всегда ветровой гранью к ветру, а входом от ветра. Но ветер в горах очень часто меняет направление. И почему-то зараза постоянно меняет направление. Как только оставишь дырку напротив входа, так он обязательно ночью поменяет направление, и среди ночи начнет задувать прямо во вход. А этот тубус – это тоже такая хитрая штука. Комаров-то он хорошо сгребает, но когда человек впругу заходит в палатку, особенно если с той стороны еще дует ветер во вход, то это просто капец. Развязываешь этот вход, и тут тебе в палатку, в спальнике твои, во все твои сухие, мягкие, теплые вещи сразу... Ворох снега наметает. Поэтому на всякий случай положено вход делать как минимум вот так вот. То есть не вот так, чтобы края стенки заканчивались, а чтобы они заканчивались вот так. С этими вообще пугами и входами в зимние палатки много очень интересных историй связано. Особенность любой пуги такова, что плотный снег, укатанный ветром, он такой скользкий, ветер по нему хорошо разгоняется, и во время снегопада весь снег, который падает вниз, он весь не лежит на месте, а весь несется. Поэтому в приземном слое плотность несущегося снега может быть в 10 раз выше, чем в воздухе. То есть над землей несется мощный, очень густой поток снега, который мгновенно забивает, заравнивает любые неровности. Например, лыжня, достаточно глубокая, по колено протоптанная лыжня, средней силы поземкой за 15 минут заметается так, что никаких следов не остается. Если группа растянулась, например, таким образом, что вот нет видимости, и даже не в горах, даже вот мы ходили по Кольскому, просто болото, открытое пространство диаметром каких-нибудь несчастных пару километров. Группа пока идет по лесу растягиваться, вообще, более того, мы даже специально растягивались, то есть первый тяжелая тропежка, глубокий снег, первый тропит лыжню без рюкзака, протропил-протропил, вернулся там за своим рюкзаком, посидел на рюкзаке 5 минут, отдохнул, побежал догонять по лыжне группе. Как только мы вышли на болото, эта тактика сразу начала давать сбои, потому что человек, отставший на 10 минут от группы, выходит на край болота и лыжни не видит, нету лыжни. Только что по колено тропили, глубина лыжни, поземка заровняет моментально. И это касается не только всяких углублений, типа человеческих снег, следов и лыжни. Это касается любых вещей, рюкзак, например, вот поземка. Снег ровный, твердый, плоский, ходишь по нему как по асфальту, все нормально. Положил на снег рюкзак, через 5 минут это сугроб. Сел на рюкзак отдохнуть, через 5 минут это сугроб. Так вот, представьте себе ситуацию. Выходит человек из палатки, ну скажем, покакать на улицу. Как и в таких условиях, конечно, чертовски некомфортно. Тем не менее, особенно когда группа сидит в пурге, вторые сутки жизнь заставляет. А вот вышел наш руководитель на улицу, спустя, ну все равно там за стенкой как-то прятался и стал безветвленным местом. Тем не менее, спустя там 5 минут залезает в палатку со спущенными до колен штанами, с голой задницей, сильно матерясь. Оказывается, пока он делал свое дело, ему поземка забила штаны снегом полностью. Когда он начал этот снег выгребать рукой из штанов, он обнаружил, что он не успевает. Поземка штаны забивает снегом быстрее, чем он его выгребает. Одевать полные штаны снега на голую задницу, это очень дискомфортно. Пока он все это соображает, морозный ветер, температура минус 20, задница начинает отмерзать прямо на глазах у потрясенной публики. В общем, ему ничего не осталось делать, кроме так вот в таком виде залезть обратно в палатку, не обращая внимания, потому что у нас там девушка была. Девушка, правда, увидев такое дело, тут же сказала, что она отказывается есть и пить и до конца фургии, потому что сама в такую ситуацию попадать не хочет. А построили с кирпичем там 400? Да, бывает такое, что строят отдельный туалет из кирпича и 4 стенки, но для того, чтобы его построить, нужен ресурс времени, силы, здоровья. Если это какая-то там дневка или вот, например, если группа сидит в пурге, то да, можно все равно идти никуда нельзя, пурга метет, делать нечего, сидеть в спальнике неуютно, можно вылезти на улицу, размяться, построить туалет. Помогает иногда, да. Ну вот это палаточный губ, такой себе обычный здоровый палаточный губ, стоит центральная лыжа в качестве кола, народ там прямо на спальниках варит кофе в джезве, в горелочке. Очень удобно. Кстати, вот маска вот эта вот, это маска как бы ветровая, очень хорошо помогает от морозного ветра, защищает лицо от морозного ветра и снега. Тем не менее, она очень хорошо помогает даже ночью в палатке, потому что кто из вас ночевал на холоде, наверное, знает, что в спальнике одно из самых таких чувствительных мест – это нос. Нос сильно мерзнет на морозе. Если накрыться спальником с головой и начать дышать прямо в спальник, то вся влага, выдыхаемая человеком, она вся остается в спальнике, спальник мгновенно отсыревает, уже за одну ночь вот эта часть, которая вокруг лица, она вся мокрая, она сквозь зеленевшая. Поэтому дышать в спальник неудобно. Дышать наружу холодно. Вот эта маска полностью решает проблему. В такой маске, которая имеет специальный для носа, такой защитный колпачок, дышать очень тепло и уютно. Вот тоже такой палаточный выход, дежурный парец напрямую за еду. Товарищи спят в спальниках. А, не просто товарищи, он уже по мискам разложен. Народ еще дрыхнет в спальниках, а еда по мискам уже разложена. Иногда эти миски, то есть подъем, сигнал, подъем утром совпадает с готовностью пищи. То есть тебе говорят пай, и он только открываешь глаз, тут тебе на грудь, прямо на спальник ставят тарелку с горячей едой. А еще комфортнее вечером, когда ты тоже уже так почти лежа в спальнике, доедаешь свою пайку. И так, значит, осталось только доесть последнюю ложку, упасть головой на подушку и заснуть смысл ее о том, что вот следующее активное действие, это я открою глаза, и у меня опять перед носом будет полная миска еда. Вот тоже такой палаточный был. Освещение палатки. Сейчас достаточно удобными стали вот эти лампочки католитические газовые, хотя вообще надо сказать, что газовые баллончики на морозе работают очень плохо. У них резко падает давление на морозе, и пока он полный, он еще как-то работает, как-то остается неполным, он начинает работать совсем плохо. Но для католитической лампочки хватает, а если, как в данном случае, еще и печка рядом, повесить его над печкой, так он действительно и остывает, и работает хорошо. Раньше в качестве такого палаточного освещения, как правило, применялись парафиновые светильники. Заливается консервная банка палатки парафином, ставится туда фитиль в этот парафин, такой какой-нибудь из хбшей толстой стропы, подвешивается эта конструкция тоже на проволочках где-то в палатке, и хватает такой банки на весь поход, особенно если туда потихоньку добавлять парафин, окрашивать туда свечи. А парафин у лыжников вообще такая вещь, которая у каждого лыжника в кармане, для того, чтобы намазывать лыжи, особенно у тех, кто ходит на деревянные лыжи. Так что такого парафинового светильника хватает на дом. Вот эта конструкция, которую Паша чинит, это тоже на первой фотке, где были лыжники, может, вы обратили внимание, за каждым лыжником тянутся такие нарточки. Для зимних походов очень удобная вещь. Они в идеале должны быть шириной в лыжню, сейчас вот такие достать довольно трудно, это узенькие нарточки, у них как раз по ширине лыжни. Поэтому сейчас вместо них чаще используются детские санки, которые есть у похожей конструкции. В продаже на детские санки чуть пошире, они получаются шире лыжни, и поэтому у них больше сопротивления, им приходится сгребать бокалы жутки, когда они тянутся за лыжником. Ну, на безвесных участках, там где-то, что и нет, это значение не играет. Очень сильно облегчает жизнь лыжника, поскольку, скажем, при стартом в весе 30 кг, рюкзак довольно тяжелый, на лыжах с ним идти достаточно тяжело. Однако, если из этих 30 кг 15 на спине, 15 таких саночков, жизнь сразу становится на порядок легче. Единственное, где применение этих саночек затруднено, это в лесистых горах, там, где много леса, во-первых, всякого прелома магноклёста, по которому они плохо идут, и там, где много всяких склонов крутых, опять же, не безвесных, а заросших магноклёсов. А вот в безвесных районах, в тундровых районах, особенно даже в горно-наюжных районах, саночки работают очень даже замечательно. Замечательно. А мощность у этой козовой лампы? Есть киперкилами? Я думаю, что она вообще несущественная, поскольку она же работает только для освещения. В рамках палатки у неё по-любому мощность будет больше, чем у свечки. Поэтому не критично. Можно брать любую. Единственное, что есть модели ламп со стеклянными колбами, есть модели с металлическими. Понятное дело, что в условиях похода у колбы из металлической сетки сейчас есть такие вот у фирмы Primus, сейчас, по-моему, Ковея тоже сделала колбы из металлической сетки надёжнее, чем из стеклянных. Вот это как раз из металлической сетки. Обратите внимание, это Primus'овская лампочка, которая сделана из металлической сетки. Кстати, эти лампочки, они очень неплохо подсушивают палатку, даже когда печка не работает, особенно если это не такой большой палатки, как маленький каркасно-дуговой палатки, такую лампу зажечь. Она очень хорошо подсушивает палатку от конденсата, который образовался на стенках, и даже от верхнюю часть спальника за счёт достаточно мощного инфракрасного излучения. Верхняя часть спальника, которая от этого самого конденсата целевая на мухло, она такой лампочкой буквально за полчаса, за час подсушивается. Вот обычные каркасно-дуговые палатки. Применение их в зимних походах особенно оправданно, как я уже говорил, там, где могут быть оттепель и дождь, они гораздо более устойчивые к всяким оттепленным дождям, но они менее комфортные с психологической точки зрения. Такие палатки, например, не позволяют всей группе комфортно посидеть вместе, пообщаться, попеть песни под гитару и так далее. В тех местах, где морозы не сильные, группа может возле костра посидеть. А там, где морозы сильные, ну, либо снег идёт сверху, скажем, получается, что пришли, там, кое-как еду приготовили, по палаткам разбежались, и всё, никакого удовольствия, никакого общения. Поэтому такие палатки лучше брать с собой в эти районы, где сильных морозов не предполагается. Ну вот, вот, тоже такое, тупичное утро. Это, правда, не зимнее, а летнее утро. Но от этого не легче. Утро в как раз надуговых палатках. А что за район? Центральный калешанг. Вот, я обещал показать, каким образом тент сочетается с палаткой. Вот это вот обычный тент, не специально выкроенный, конусный тент для палатки, обычный тент 5 на 4 метра, который просто растягивается над палаткой, и его вполне хватает для того, чтобы накрыть палатку, защитить её от снегопада. Если в палатке, правда, работает печка, то надо как-то исцетряться, потому что, если труба окажется под тентом, то тент прожжётся исками очень быстро, значит, тогда в тенте предусматривать специально какую-то дырку для трубы, и это всё будет гораздо сложнее. Но, как правило, в таких походах, где вот есть печка и может быть снег или дождь, то там просто выбор либо категорить печку, либо накрывать палатку тента. Либо тент, либо печка. Одно из двух. За счёт того, что дождь или снегопад намного теплее, то есть, как бы, печка не очень нужна. Так, это мы вернулись. Папочка. Так, что у нас там? Следующая папочка. Следующая папочка у нас Иль. Вот эти самые снежные кирпичи, из которых удобно делать защитную стенку вокруг палатки, эти самые снежные кирпичи вообще замечательные строительные материалы. Как я уже говорил, это отличный теплоизолятор в снегу, как в пенопласте. Из них можно построить отдельный дом. Можно также, пользуясь хорошими строительными качествами снега, вырезать в снегу пещеру, выкопать. Пещеру технически строить проще, чем в инду. Кроме того, пещеру даже неподготовленный человек может выкопать на группу любого размера. Поэтому пещера очень удобная штука. Но для пещеры нужен какой-то толстый надув, соответственно, плотности, толщины, чтобы днем можно было эту пещеру выкопать. Такой надув не везде и не всегда бывало просто найти. Например, когда-то на столах Эльгруса, мы специально искали такой надув, чтобы выкопать пещеру. Надув нашли, но оказалось, что там верхние, скажем, сантиметров 20, более-менее, снега, который еще можно было пилой, пилить. А дальше пошел снег такой плотности, что мы просто не смогли с ней ничего сделать. То есть он там был указан настолько, что выкопить в нем пещеру было нереально. И, скажем, вот в такой ситуации группа, которая планировала ночевать в пещере, попала бы в неприятную ситуацию. Тем не менее, есть группы, которые ходят в полярные походы, вообще не нося с собой палатки. Изначально, принципиально, планируя все ночевки в пещеру. В пещере достаточно комфортно, я бы сказал, даже комфортнее, чем в палатке. Во-первых, потому что стенка пещеры не шатается, ни под каким ветром не перепыхается. Во-вторых, потому что в ней очень быстро поднимается температура без всякой печки. Буквально там три человека за пять минут своим дыханием поднимают температуру до нуля в пещере или вот в таком снежном домике иглу за счет хороших типа изоляционных свойств снег. При этом внутренняя стенка начинает потихоньку оплывать у этого снега, но вода, во-первых, никуда не капает, потому что она впитывается тут же в этот снег. Во-вторых, как я уже говорил в начале, на отоплении снега идет очень много энергии. То есть растопить этот самый снег до жидкого состояния достаточно сложно. Даже при поддерживании в пещере или в иглу скажем за счет там примуса или свечки плюсовой температуры там чуть ли не в течение всей ночи, ну по тру внутренняя стенка обледеневает, открывается коркой, но ничего более существенного. Главным недостатком пещер и иглу является то, что в них стопроцентная влажность. Всегда в них влажность всегда выше, чем в палатках, поэтому вещи цареваются. Иглу более высокотехнологичная штука, чем пещера, зато найти удобный снег для игл можно практически везде, в безвестной зоне. Идешь и просто щупаешь там, выженой палкой, где снег достаточно плотен, достаточно толстый, для того, чтобы можно из него резать кирпичи. Технология постройки иглы описана во многих книжках, справочниках, и учебниках. Общий смысл такой, что кирпичи кладутся по спирали. Как бы вот первый слой кирпичей, он срезается от нуля, постепенно вынимаясь вверх, и дальше слой за слоем по спирали кладутся кирпичи. Причем, когда стенки начинают наклоняться, иглы должны иметь форму купола, то форма кирпичей, которая вот в этой наклонной части, это они уже трапеции, они все скошены внутрь, и они не падают за счет того, что вот этими скошенными краями они держатся друг в другу. Сейчас, я даже дальше покажу. Для того, чтобы строить такую иглу, нужны определенные навыки. Чем меньше размер иглы, тем проще ее строить. Для себя одного иглу может построить практически любой человек. Маленькую иглу построить не сложно. Для трех человек, вот эту вот сейчас, которую мы строим, в ней может разместиться сшивка из трех человек, трехместных, уже нужны определенные навыки. Построить иглу на группу из шести человек, это уже очень надо быть высоким профессионалом, это достаточно хлопотно, сложно, и, как правило, в таких ситуациях группа предпочитает строить две иглы на троих, а не одну иглу на шестерых. Вот эти вот дырочки, которые образуются между кирпичами, они совершенно несущественные. На самом деле, они очень легко просто забиваются мягким снегом, запрессовываются, гораздо важнее, чтобы кирпичи перекрывали друг друга, и чтобы они хорошо, надежно упирались друг в друга, особенно в наклонной части. Когда уже пошла наклонная часть, то обычно одному человеку приходится держать кирпич, то есть вот поставил кирпич, один его держит, чтобы он не упал, а второй в это время берет устанавливать следующий кирпич. Когда кирпич между двумя находится, он уже не может упасть внутрь, потому что за счет спошенных стенок он как бы разбирается. А самый крайний, который только с одной стороны держит, он еще может упасть, его можно внушить все время придерживать. Поэтому удобно, когда внутри находятся два строителя, а один, соответственно, в это время режет кирпичи снаружи и подноситесь. Вот таким вот образом идет строительство. Вот как выпиливаются кирпичи, как для иглу, так и для стенки палатки. Закладывается специальный карьерчик в удобном месте и вот таким инструментом это дюралевый лист с одной стороны с зубцами. Очень легко и быстро выпиливаются кирпичи. Еще можно кирпичи выпиливать такой ножовочкой, типа садовая ножовка с пистолетной рукояткой. Маленькая такая узенькая, лезвие должно быть длиной 2 сантиметров 40, хотя бы не меньше 30 сантиметров. Такие ножовочки, они вообще очень легкие, очень удобные в качестве вот такого фирмного инструмента, но листы более многофункциональны. На них там и горелки можно поставить на эти листы, и печку, и копать, откапывать ними, если, не дай бог, кого-то засыпет в лавине можно. И в качестве фирмного якора использовать вот здесь специально дырочки простерены для того, чтобы к ним оттяжки из-за шнура привязывать, чтобы этот лист качестве фирмного якоря можно было использовать. То есть, хорошо, удобно в лупе иметь парочку таких листов, и плюс парочку вот этих ножовочек, в частности, для того, чтобы те, кто строят стенку или иглу, чтобы они могли придавать нужную форму кирпичам. Вырезается кирпич прямоугольной формы в карьере, подносится к строителям, строители его там уже смотрят, какой угол им нужен, и этими микроножобочками подрезают стенки под внутренними углами на нужное расстояние. Замыкающие, значит, сверху, когда уже купол почти сходится, сверху кладется одна замыкающая плита, большая вырезается, при этом входа еще нету. Те, кто там внутри, они сейчас замурованы. Вот как раз это замыкающая большая плита. Потом изнутри прорезается вход. Поскольку у них инструмент есть, они, значит, после того, как купол сделан, они внутри себе просто вырезают дырку для выхода. Вот так вот выглядит эта игра изнутри. То, что щели между кирпичами светятся, это совершенно несущественно, все равно они рыхлым, мягким снегом там забиты, и термоизоляция у них все равно очень надежная. Такая игра с самого начала. Но в зависимости от плотности снега, из которого делаются кирпичи, она с самого начала достаточно прочная, но после ночевки в ней, когда вот изнутри за счет подтаивания снега изнутри образуется ледяная корочка, плюс эти кирпичи еще смерзаются друг с другом. Даже на морозе снежные блоки, они там в силу определенных физических процессов смерзаются. Утром это вообще монолит. Говорят, выдерживает вес белого медведя. С белым медведем я не проверял, но бывало такое, что вся группа утром залазила на игру и вот всю группу игру выдерживает. Сейчас покажу. Вот вырезанный вход, как правило, он закрывается снежным блоком. Тоже вырезается такая снежная дыль. Иногда, опять же, для того, чтобы увеличить полезное пространство и уменьшить при входе-выходе наведание туда снега, делать такой микрокоридорчик, тамбурчик, который тоже закрывается снежным блоком. И вот снежный блок. На нем нарисован шаман самский. Шаман отличается от обычных людей, тем, что у него есть рога. У этого есть рога. Причем разветленные в фуалине. Так, как мы тут в следующую папку перебраться? Палаточные печки. Палаточная печка обычно имеет достаточно простую конструкцию. Это жестерная коробка с трубой и под пылалом. В советское время выпускали даже промышленная, но как это чаще всего бывает, промышленный вариант был далеко не самым лучшим. Вот тут дальше будут фотографии с этой советской промышленной печкой. Она маленькая, она в общем-то была рассчитана на армейские презентовые палатки. У нее короткая труба не для шатра, а для такой палатки. И размер печки тоже не для большой палатки, а для маленькой, так скажем, четырехместной. Вообще в интернете сейчас тоже достаточно много чертежей печек, вариантов расчета, как правильно рассчитать объем рабочей камеры печки, как рассчитать диаметр трубы, все это в зависимости от размера палатки. Все эти балансы, формулы, сочетания, все это есть. Все это можно делать. И у кого есть возможности какие-то смесарные возможности для просто смесарных мощностей, я рекомендую делать печки, потому что комфорт в зимних походах они повышают просто колоссально. Сравнить зимний поход с печкой и зимний поход без печки это не выясняет. Печка очень сильная. увеличивает проход. Значит, снизу, как правило, для того, чтобы от раскаленной печки не прогорало одно палатки, используются либо те же листы, юральевые, многомуфункциональные, либо специальная подставка, плюс еще стелется стеклоткань, для того, чтобы искры, влетающие из печки, не сыпались на одно палатки и не пропадали. Вот в этой конструкции печки здесь сделано специальное углубление по форме котла. Оно глухое, оно как бы герметичное, наглухо заваренное, то есть котелок туда удобно ставится, но пламени непосредственно не касается. Тем не менее, теплопередача достаточно хорошая и прямо на этой печке можно готовить еду. На печках, которые лишены такого специального углубления. Иногда это углубление делают сквозные, то есть просто в крышке печки делают дырку. Туда можно ставить котелок, он туда упирается вот на эти ушки, опускается туда почти полностью в пламя. КПД получается колоссальной вот такой системы. Котелок закипает очень быстро, мгновенно, то есть вот как бы залезли в палатку, раскочарили печку, через 10 минут палатка нагрелась, вода уже кипит. Очень быстро и эффективно. Я когда первый раз столкнулся с такой конструкцией, я был просто в шоке. Я привык к тому, что там на безлесах ночевках, холодно, нужны примуса, бензин, горелки. И тут идут там какую-то лыжную пятерку с москвичами. У нас предполагается траверс безлесого хребта минимум с двумя ночевками выше уровня леса. И мы вообще с собой горелок не берем, в походу. Вообще никаких. Говорю, как же так? Фигня, говорят, все увидишь. Мы перед тем, как выходить, подниматься выше уровня леса, находим там, валим хорошую сухостойную, напиливаем себе несколько чурбачков таких вот сухеньких, чистеньких, еловых. Каждый парень берет себе в рюкзак, по-моему, три или четыре вот таких вот чурбачка. И нам вот этих трех-четырех чурбачков, умноженных на шесть парней, хватило на две безлесных ночевки для того, чтобы ложиться в тепле, просыпаться в тепле и еще готовить еду. Такое вещь. Это очень эффективная конструкция. Здесь немножко меньше изменения эффективная, потому что дырка, как я уже говорю, заварена металом и плаве не кусается. Котелка, на нижнюю треть погружается в печке. Достоинство этой конструкции по сравнению с той, которую я только что описал, заключается в том, что у той конструкции, ну, крышка, понятное дело, когда котелка нету, то дырка закрывается крышкой, все равно очень трудно сделать так, чтобы печка не дымила. Для того, чтобы такая печка не дымила, нужна очень хорошо рассчитанная труба, очень с хорошо рассчитанным диаметром, с хорошей тягой. Вообще с тягой в этих палаточных печках проблемы бывают часто. Проблемы связаны с тем, что если сделать трубу просто прямую дырку вверх, тяга получается очень хорошая, но при этом, во-первых, мгновенно сгорают дрова, не напасешься дров, во-вторых, быстро остывает палатка, то есть как бы нагрев палатки при хорошей тяге просто вытягивает теплый воздух, вот он гудит, не улетает. Во-вторых, при такой прямой тяге из трубы вылетает с ног искр, который потихоньку падает на палатку и потихоньку эту капроновую палатку превращает в решеток. Такое создание над головой оказывается. А эти маленькие дырочки, даже при том, что они там 2-3 мм в геометре, в хорошую кругу эти дырочки набиваются снежной пыль очень эффективно. Снежная пыль в кругу вообще любую дырку набивается, мельчайшую. Это еще одна причина, по которой застежки молнии не используются. Потому что даже мельчайшая дырочка, которая остается между дверничком и концом молнии, в кругу будет наметаться. Снежная пыль. Чем плоха хорошая тяга? Плохая тяга, естественно, понятно, плохая. Если тяга будет недостаточная, то через дверцу будет дым попадать в палатку. В палатке дым удеваться некуда, так что, если течно дымит, то в палатке становится очень уютно, некомфортно. Поэтому соблюсти этот правильный баланс между хорошей тягой и плохой тягой очень непросто. Для этого специально рассчитываются диаметры трубы, специально делаются искрогасители в трубу вставляются, либо делаются колено такие, то есть изгибы в этой палаточной трубе. Здесь труба прямая, для того, чтобы уменьшить тягу, внутрь трубы приходилось ставить такой специальной конструкции пламегаситель, причем с переменной плоскостью внутреннего язычка. Мы там полпохода подбирали, значит, если слишком сильно его отогнут, тяга, если слишком сильно закрыть, тяга недостаточная. Пока мы подобрали максимальный угол, прошел уже полпохода. Часто делают так, что по трубах печки не вверх, как что-то сбоку, тогда по-любому получается колено, которое уже увеличивает теплоотдачу и немножко уменьшает тяпу. Вот тоже такой уютный, палаточный бык. Если печку можно категорить только вечером, только утром, то есть пока группа устраивается на ночке, ложится спать, ужинает, играет байки, можно посидеть тепле, а ночью в спальне как и так текло, и утром просыпаться, собираться тоже удобнее, когда работает печка. Заодно и подсушить спальники, конденсаты, которые за ночь все равно образовались. Иногда, когда очень холодно или когда, например, нужно высушить вещи, печку категорят всю ночь. Тогда соответствующее количество дров надо заготавливать и распределять дежурных, поскольку печки такого типа греют только пока в них горит огонь, в отличие от кирпичной. Пока она горит, она греется. Если дежурный засыпает, потом сидит над печкой, куняет, ему там полтора часа надо продежурить. Он заснул, через 15 минут огонь погас, в палатке сразу стало очень холодно, а поскольку народ при хорошо работающей печке иногда вообще спит в одних футболках поверх спальников, то это угасание печки чувствуется мгновенно. Народ тут же посыпается, начинает пинать заслушивый дежурный. Еще одна особенность такой печки, это то, что если на высоте метра температура может быть плюс 10 градусов, то под потолком палатки температура плюс 30 градусов. Соответственно, в зимнем походе это единственная известная мне возможность реально высушить обувь и высушить шмотки. Возле костра, как я уже говорил, высушить ни обувь, ни шмотки нельзя, а вот когда печка работает целую ночь, то даже мокрые ботинки, подвешенные там наверху под коньком палатки, за ночь при этих плюс 30 градусах очень успешно высыхают. Поэтому очень часто крыша палатки выглядит вот таким вот образом. Тут количество навешанных шмоток забило, то что не очень видно. Значит, центральный кол стоит из лыжи, там вешается лыжная палка, вот так вот просто подвешивается над центральный кол, упираясь на эти палатки и уже на эту лыжную палку вешается все остальное. Такие грозья. И смотря на то, что висит очень густо, все равно высыхает очень эффективно. Вот это да, вот это вот как раз следы искорок, которые падают на палату. И не совсем хорошо сделаны в трубке. Вот другая конструкция печки. Это вот как раз та советская печка, которую я бы неил. У нее она очень маленькая, она буквально вот такого размера. Она, правда, соответственно, меньше весит, но большую палатку прогреть ей намного труднее. Камера сгорания у нее маленькая, поэтому как бы языки пламени, мощное исходение получается на разноменьше. Страва к ней надо очень тщательно пилить, то есть там 20 сантиметров длиной чурочки в нее можно вкладывать. То есть вот валишь вот такой диаметра ель, потом такого диаметра ель нужно распилить на 20-сантиметровые чурочки, потом их поколоть. Наколоть два мешка, четыре, нужно на таких чурочек. К примеру. Правильно, чтобы брать палатку, печку под палатку. Это снег на полу или это что? Снег, скорее всего. По бокам, наверное. А, там вот дырка, про которую говорим, так называемая парашка. Но вот с парашкой почему-то трава. То есть снега нет. А, то есть речка стоит на земле. Значит, может быть, я думаю, я реально что-то сильно много это забрал. Вот, вот видно как бы модель пленегасителя из двух колен. Вот такие два колена не очень эффективно гасят искры и при такой конструкции из трубы искры уже практически не летят. Правда, конструкция, получается, имеет очень много степеней свободы. Если ее нечаянно зацепить, то она, эти колена даже не собраны вот из таких кусочков вся эта труба. Соответственно, если эту трубу там нечаянно об нее споткнуться и она вдруг разорвется, то, во-первых, палатку сразу повалит поток раскаленного воздуха с дымом и с искрами. Палатку, наверное, заполняется дымом. Во-вторых, сама труба раскаленная, любой капрончик, который к ней прикасается, тут же плавится. Поэтому такую трубу надо очень тщательно укреплять. Тут вот есть специальные такие дырочки, как бы Людерс, Хронштейн прямо сделана инструктивно. Сделала дырочки, чтобы в ней подвязывать проволоку. И вот, значит, такая труба вот из этих резбига изгибов. Она еще подвязывается к центральному колу, еще и там дар первой палатке проволочками, для того, чтобы сделать ее более долгоустойчивой. В крыше палатки дырка под трубу тоже делается. Обычно кусок жести с дыркой для трубы, вокруг еще обшивается куском стекло-ткани. Вот очень женское дело разводить палатку, разводить печку, пока мужики снаружи там строят стену, закатавливают дрова, надо же наколоть на ночь этих дров, большой мешок. Девушки тем временем внутри, в уюте и тепле разводят печечку. Вообще разводить простер, это женское дело, а не мужское. Что дело, всякие тяжелые физические работы. Это все развод не должно делать. Тут вы видите специальная доставочка, используется как бы в конструкции печки такая специальная доставочка. Опять же такой здоровый палаточный дуб. Вот в примусах стоят. Кстати, о примусах еще пару слов хотел сказать. В зимних походах использование газовых горелок как правило оказывается неэффективным. Как я уже говорил, газ на холоде работает очень плохо. Там быстро падает давление баллончиков и это создает кучу проблем. Притом мало того, что он дорогой этот газ, так он еще и очень сильно глючий. От этой беды немножко спасают горелки, в которых сама форсунка на гибком шланги соединяется с баллончиком. При этом баллончик можно, например, поставить сверху на котелок. котелок стоит на горелке, а баллончик сверху на котелке таким образом немножко прогревается. Это, во-первых, рискованно. Во-вторых, при этом очень часто шланг сам вообще слабое место перегорает чуть только что-то где-то неправильно стеклотканью накрыл эту конструкцию и начинает перегорать. Перегоревший шланг в походных условиях починить либо совсем невозможно либо очень сложно. Поэтому в зимних походах газ очень неудобен. Еще такой способ показывали, когда газ предподогрева, те же самые мульти-топленные баллон кверх ногами перевернуть и тогда газ просто испаряется в испарителе и практически сам себя греет. Я пробовал очень по-разному. Даже если переворачивать баллон, если в нем нету давления в этом баллоне, то все равно не помогает. То есть приходится этот баллон греть за пазухой, трясти вот так вот, чтобы он к верхней теплой части баллончика как-то прикасался. В общем, все это мучительно хлопотно и неудобно. Гораздо надежнее, эффективнее бензин. К сожалению, опять же, современные бензиновые примуса и мультитопливные горелки, у большинства из них есть очень серьезный конструктивный недостаток. У них форсунку невозможно прочистить в работающем состоянии. То есть если у вас мультитопливные горелки, кто сталкивался с этими горелками, если они у вас посреди работы забились, а форсунка часто забивается, особенно некачественным бензином. Буржуйские эти все мультитопливные горелки, они рассчитаны на специальный очищенный высококачественный бензин, который стоит чуть ли не дороже, чем газ, а найти его в магазинах можно гораздо реже. На нашем бензине советском, особенно бензине, купленном где-нибудь на каких-то национальных окраинах, где-нибудь на Кавказе или в Киргизии, эти буржуйские примуса отказываются работать вообще, потому что осминную мочу, которая раздавляет бензин, они на дуг не переносятся. И вот прочистить этот примус после того, как он забился, ну, летом как бы проблема небольшая. Котелок снял, примус потушил, там, иголочкой почистил, зажег опять. Зимой вы с нетерпением ждете, когда же наконец у вас растопится этот снег. Только-только снег начал топиться, тут примус бах, чихнул, потух. Значит, вы снимаете эту воду, которая вот только-только приобрела комнату и температуру ставите в сторону. Примус надо еще немножко остудить, потому что за раскаленные руками не возьмешься. Пока вы всю эту процедуру делаете, примус разобрать, почистить, собрать обратно, разжечь, тем временем вода опять успела заледенеть. Все это очень разгражает, очень неудобно. Поэтому с буржуйскими примусами реальные проблемы. Для них приходится таскать, либо специально покупать бензин калошу, либо я даже не знаю, как исхитряться. Когда-то мы, например, на на Памир ходили. У нас было примус огонек, был буржуйский мультитопливный примус фирмы примус и было две газовых грелки на баллончиках. В результате практически весь поход мы прошли на одном огоньке, потому что все остальное максимум хватало на газовых горелок хватало только на то, чтобы расхватить снег на состояние воды, а этот самый буржуйский примус на гермийском бензине вообще открывался работать. Так что советские бензиновые примуса при их достаточной капризности они все еще на мой взгляд по большому счету надежных заменителей, надежных аналогов не имеют. Особенно если вспомнить то, что как я уже сказал для буржуйских примусов нужно бензин калоша высокочистый, а его запрещено провозить как в самолетах, так и в поездах. И далеко не во всех тех местах, куда туристы прилетают к началу похода далеко не во всех тех местах эту калошу можно купить. А советские примуса работают на любом бензине, даже на смирной мочи. Только нужно научиться ими пользоваться. Это такая конструкция гораздо более капризная. Ну, там много элементов, которые могут поломаться, тем не менее, если уметь ими пользоваться, они очень надежно работают, и уже много поколений туристов их проверило. Но, опять же, сейчас не просто их купить. Примуса Шмель сейчас или их аналоги сейчас производятся, их легче купить. А вот эти примуса, которые здесь, это примус Огонек, они сейчас уже давно не производятся, купить их достаточно сложно. Но есть любители, предпочитающие примуса Шмель, есть любители, предпочитающие примуса Огонек, каждый из них имеет свои достоинства и достатки. Шмели тяжелее, мощнее, и капризнее. Соответственно, у Шмеля за счет того, что они мощнее, меньше расход бензина. Вы понимаете, почему? Чем мощнее горелка, тем она экономичнее работает. Понятно, почему, да? Особенно на холоде. Потому что меньше ходит тепла и звучит в атмосферу за время скипания. Ну, и тяжелее их надо носить на себе. Если Огонек весит 300 грамм, то Шмель весит почти килограмм. Пустой примус. Плюс у Шмеля давление в бочке создается насосом, а у огонька горелка расположена ближе к бочку и давление создается просто за счет температуры подогрева бочка. Но насос тоже такая штука хитрая, которая легко ломается и в походных условиях плохо чинится. так, это все, это уже круг. Что у нас тут осталось? Как печку транспортируют? Печка транспортируется обычный ее размер такой, что она вполне помещается в рюкзак. Печка весит, среднестатистическая печка килограмма 3-4 комплект. Иногда удается... Так, что у нас еще осталось? Давай и избушки еще. 3-4 килограмма это нормальное вес снаряжение, а если саночки, то печку удобно таскать в саночках. и так далее. Тата узнала избушку, да? Значит, избушки тоже имеют отношение к печке. Несколько слов хочу сказать. Распространенное заблуждение гласит, что в избушках лучше, чем в палатках. Это так далеко не цифр. Конечно, если избушка благоустроенная, с хорошей печкой, комфортная, как вот, например, в этом случае, это лесничество в Карпатах, тогда в ней комфортнее, чем в палатках. Хотя тоже бывают варианты. Если печка мощная, хорошая, и которая легко прогреет большой объем, то там комфортнее. Например, вот в этой избушке вот такая вот печка, там маленькая, такая рубочка, эта печка хороша только тогда, когда ее там три дня топишь, потом она после этого несколько суток сохраняет тепло. У нее очень толстые стенки в этой печке. Но когда вы приходите вечером в эту избушку и вам нужно сразу ночевать, то у вас эта печка только к утру начинает нагреваться за счет своей большой-большой площади. Поэтому реально в этой избушке температура почти как на улице не сильно отличается. Видите, все сидят одеты. Вот. Или вот такая вот избушка, вот смолочная печка, такую печку, если распочигарить, это, конечно, становится жалко. Это избушка на станции спасателей в этой избушке. Вот. особенно в Карпатах очень часто бывают избушки, построенные по принципу домика ИА-ИА. Внутри не хуже, чем сной ужин. Начеркиваю, в таких избушках далеко не всегда комфортнее, чем в палатках. Более того, я бы сказал, что в хорошо поставленной палатке теплее и комфортнее, чем в такой избушке, потому что здесь гуляют сквозняки, температура здесь запортная совершенно в этой избушке. Обычно костер разводится прямо здесь внутри, оно наполняется дымом, брязная, в общем, выгода небольшая. Единственное преимущество таких избушек, вот эта избушка сна ужин. Видно, что у меня там из всех челивей в инбаре, он был специально сверху дымкой, для того, чтобы костер, который горит внутри, чтобы здесь выходил окяк. Вот такие пастушеские изборы. в которых летом пастухи пережидают непогода. Единственное, когда в таких избушках комфортнее, чем в палатке, это когда идет дождь. Тогда, конечно, под крышей комфортнее. Ну, или когда сильный снегопад. Тоже, на такой избушке комфортнее. В остальном часто бывает такое, что рядом с избушкой приходится ставить палатку, потому что палатки уютнее. А если внутри? Да, нередко бывает такое, что нам не во всякой избушке достаточно ровное место, если для того, чтобы внутри поставить палатку, тем не менее, это очень нередко бывает, что действительно внутри избушки, особенно внутри сараев. В Карпатах много таких кошар, в горах стоит, которые состоят из четырех стен, крыши, таких, не очень хорошо соединенных друг с другом, и на полу толстый слой кизяков. Отлично. Ну и еще хорошо, например, когда в таких избушках какие-то празднества устраивать, какие-то там, Новый год встречать, например, 8 марта, какие-то акции, вот для такого типа избушка, в которой бы встречали Новый год. Новый год в Карпатской избушке. Такой скромный стол. И вот тоже известное место в Карпатах, это, наверное, на перевале столы, изба, которая когда-то была очень классной избой, там могло одновременно поместиться 8 туристских групп. Сейчас, 3 года назад, когда была сделана эта фотка, там оставалась более-менее живой только одна из комнат. Этот домик продержался на последний из советских туристских приютов, которые в советское время было разбросаны во всем Карпатах. Продержался он за счет того, что там жил такой едодин, который этот домик поддерживал в порядке. К сожалению, вот уже 3 года назад, по-моему, этого деда, ну мы его там уже совсем не достали, и непонятно, то ли он помер, то ли он на Рождество, это как разрушительство было, может он ушел своим родичем, но дед в любом случае старый, алкоголик, продержится он там недолго, и думаю, как только деда не встанет, избушка эта пропадет, потому что, к сожалению, в Карпатах к избушкам отношение какое-то очень странное, может потому что там ходит слишком много народа, а может из-за менталитета. На севере, например, к вот этим вот избам охотничьим лесным отношение совершенно другое, на севере от целости и сохранности такой избы очень часто зависит человеческая жизнь, к ним от нас там относятся гораздо денежнее, там в таких избах всегда все в порядке, очень часто лежит запас спичек соли там какой-нибудь еды. Вот одна из таких северных изб, это знаменитый приют под Орнецким перевалом, так называемая изба 40 окладов. Почему северных окладов легенды бывают разные, одна из самых предстаненных согласилась о том, что эта сумма просто проигранная в этой избе в карте. Ну вот, избушка, как бы с избушкой все в порядке, но скажем, мы в нее пришли первые в сезоне, вообще там в тех местах ходит достаточно много людей, и иногда бывает такое, что приходишь, а избушка занята, она там только дан другу, не сильно разбойничка. А мы оказались наоборот, первые в сезоне, соответственно, вот труба, которая торчала из печки, она вся оказалась полностью забита снежной пробкой, и в печке невозможно распести костерку, как она была забита снежной пробкой, пришлось проводить такие специальные инженерно-технические работы, разбирать трубу, вычищать из нее эту снежную пробку, изнутри избушка полностью вся, естественно, тоже все хранюрусло заведенело, но поскольку печка хорошая, резьба хорошая, то там буквально за пару часов удалось поднять некий температуру до достаточно пристроенной, и вот мы в этойезде как раз отмечали 8 марта. Вот у нас такие марта стоят. Девушки-красавицы, да. Образумевание шампанское в пластиковые бутылки, а не фиклянды. Потому что стеклянный когда-то взяли на 8 марта тоже в поход шампанское в стеклянных бутылках. При температуре минус 20 градусов оно там не просто замерзло, оно разорвало бутылки. Получился такой крипичный мешочек с битым стеклом и шампанским порошком. Шампанский порошок на 20-м морозе оказался очень вкусным. Его очень удобно ест. Вот тоже такая знаменитая изба это болок монорага под горшиной монорага на внутриполярном плане в правом уровне который виднеется на заднем плане. Тоже как бы снаружи болок выглядит достаточно непритязательно, но внутри все комфортно, тепло, уютно, печка, хорошая, щели законопачены. То есть в тех местах избы нанесены на карты, они известны, не поддерживаются в течение десятков лет многих и испортить такую избу это я не знаю прямо у кого может подняться руками. Поддерживается всеми, поддерживается туристами, поддерживается в тех местах где ходят туристы поддерживается туристами, охотниками поддерживается, иегирями поддерживается. То есть любой человек приходящий в такую избу старается оставить после себя как минимум не в худшем состоянии. О том чтобы что-то проломать дырку разбить окно порвать выломать кусок стенки речи быть не может. Наоборот они стараются законопатить починить Сделать запас дров. Вот один из вариантов избы на приполярном Урале, на которую заземно намело сугроб снега, заблокировавший дверь. Причем это же не рыблый снег, это вот тот самый снег, который с трудом колупается пилами и ножовками. И нам около часа пришлось прорубывать себе вход в эту дверь, для того, чтобы забраться в избы. В избе тоже оказался. А вот такая изба, например, в которую забело настолько, что в нее уже, пожалуй, не залезешь. Хоть бы и хотел. Там, конечно, можно туда, наверное, какую-то ногу прокопать. Нам, к счастью, у нас не было необходимости прокапывать туда ногу. Такая вот избушка. Сильно заметет, наверное. Вот. Ну, еще из всего того, что я хотел вам показать, и я вам еще хотел показать несколько фоток про зимнюю баню походную, которая тоже является очень интересным сочетанием, очень интересным способом снятия психологического стресса в зимних походах. Традиционно эта баня является для водных походов. Народ водные походы с собой таскает такие баньки там по берегам, особенно в Северной Кричи, уже к тому же прямо стационарно стоят каркасы, каменки стоят сложенные. А мы как-то решили расширить сферу применения этих бань на зимние походы. Оказалось очень удачно. Весит такая конструкция где-то, по-моему, 2,5 килограмма этот полиэтиленовый куб. При хорошей каменке температуру держит где-то до 2 часов хорошо разогретой. То есть вы можете себе позволить и в зимнем походе, даже там где нет людей, один-два раза за поход устроить себе такую баньку, которая комфорт и удовольствие от похода повышает до очень высокого градуса, скажем так. Вспомнить потом очень даже есть о чем. Друзья, по-моему, температура внутри реально такая, вот как в парилке, как в сауне. Плюс 80, если плеснуть воды на каменку, то народ там аж приебается к полу, потому что реально жарко, венечком можно плестаться. Как правило, это все делается на берегу воды, где можно прыгать в прорубь. Вот, пожалуйста, туристы-лыжники прямо на лыжах в баню. Вот, ну, пожалуй. А это пластику надо не зацепить, да? Ну, это труба, обычная парикеленовая труба, шириной полтора метра, то есть она разворачивается в лист, в полосу три метра. Соответственно, этот куб три на три на три метра. То есть у него, значит, крыша квадрат три на три, боковая стенка тоже три метра, она подгибается. То есть реальная высота стенки получается где-то два метра. Когда ее накрываешь этой штукой каменку, за счет горячего воздуха, тут такой купол поднимается сразу. Однажды мы перегрели немножко каменку, там она такая раскаленная была, что воздух показался перестать перекаленным. И когда мы накинули на нее купол, здесь посередине, начал такой пузырь вытягивать. Как на презервативе, из полиэтилена вытягивался. Длинный пузырь. А чем соединяется, получается? Скотчем, скотчем. Стыки заклеены скотчем с двух сторон широким, скотчем с одной стороны, с другой стороны. О том, обратите внимание, конструкция прогрессивная, это уже наше ноу-хау вдоль карельских всяких речек. Обычно используют деревянный каркас с горизонтальными перемычками, на которые сверху накидывается полиэтилен. Это на самом деле не очень удобно, потому что торчит эти углы, торчат вбок, высота полиэтилена там не всегда соответствует размеру этого каркаса. Куча неудобств. И неудобно его натягивать. Мы же придумали ко внешним углам этого куба и делали оттяжки. И нам достаточно просто четыре колышка по сторонам вбить, и на любой нужной высоте, даже если расстояние между этими колышками не совпадает с нашим квадратом, за счет длинных оттяжек мы на любом расстоянии можем на любой высоте очень быстро, очень гибко это все подвяться. Иногда бывает рисунок, где даже не нужно вбивать эти колеи, достаточно пару веревок натянуть на нужной высоте. А как эти колеи вбивать? По-разному вбивать. Если земля мерзлая, так не сильно вобьешь. Бывало такое, что мы приходим, земля настолько промороженная, что колеи бить нельзя, туда или нарастягивали просто шнурки, репшнуры или веревки горизонтальные, и к ней уже это дело подвязывается. Технология отработана уже хорошо. Как правило, мы в нашем клубе традиционно на Крещение где-нибудь на берегу Днепра делаем такую баню. Очень успешно. Сколько времени вы думаете? Начало, когда можно забегать? Значит, хорошая каменка протапливается где-то порядка четырех часов. То есть делается из камней арочная такая конструкция, внутри которой горит костер. Если камни в среднем вот такого размера, то за четыре часа они прокаливаются насквозь до глубины в среднее время. Если камни меньше, она будет прогреваться быстрее, но быстрее и терять тепло. Если камни больше, будет прогреваться дольше, но дольше держать тепло. Значит, четыре часа кочегарится баня, потом накрывается полиэтиленом. В этой арке горит костер, горит, 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 когда уже все хорошо раскалилось. Надо потушить угли, естественно, для того, чтобы дыма не было в самой каменке. Тушить водой неэффективно, потому что очень много тепла эта вода сразу отнимает и у камней, и углей. Удобнее всего тушить песком. То есть вот нам уже когда угли основательно прогорели, что-то можно оттуда выгрести, там какие-то недогоревшие остатки. Остальное забросать песком. При этом песок этот тоже там накаляется, хранит тепло, эффективно гасит угли. Главное, чтобы там не осталось горящих углей для того, чтобы угарный газ не образовывался в этой штуке. И потом на эти раскаленные камни достаточно плеснуть воды для того, чтобы она взорвалась паром и внутри было идеально для работы венчиком. То есть входа такого нет специального? Вход шоу? Да. Значит, в этой конструкции вход это просто по одному из углов шоу не заделан, но там как раз человек пытается туда залезть. При входе в выходе теряется достаточно много тепла, поэтому все стараются сделать, значит, как бы так вот, чтобы этот вход скорее просочиться. На входе там сделаны из скотча такие затяжечки, с помощью которых он завязывается. Но это не очень удобная конструкция, потому что вход получился встык вот так вот на угли. Сейчас я уже придумал новую конструкцию, правда, не реализован еще. Когда вход сделать просто, ну там, скажем, с угла или с одной из стенок, закрытый вот так вот. То есть, чтобы стенки перекрывались. Вот одна сильная досюда, а вторая внахлёст ее, скажем, досюда. Тогда не нужны будут даже растяжки, тогда по-любому эти просто два лопуха будут клепаться, можно будет пролазить, но они не будут пропускать внутрь холодный мозг. Так что технология совершенствуется. Вопросы по поводу биваков, ночлегов, снаряжений, что я еще не рассказал? Гитара отлично таскается в лыжные походы. Правда, самая большая проблема сохранить ее целой. Потому что в лыжных походах лыжники падают иногда. Когда гитара, как правило, привязывается снаружи рюкзака, поэтому она там часто травмируется. Тем не менее, уже как бы даже в пятерке мне случалось ходить с гитарой. И особенно с учетом того, что вся группа сидит внутри палатки теплой, там очень удобно играть на гитаре, петь песни, там хорошая акустика внутри палатки. Так что длинные, опять же, в зимних походах либо длинные ночи и много времени для того, чтобы сидеть у костра и петь на гитаре, либо если это в северных походах весной в Заполярье, там ночи-то почти нет, но зато длинные дни и много времени для ходьбы. То есть в зимних походах реже бывает такая вот спешка, как в летних, что нужно успеть, 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 куда-то рано подъем, в три часа побежать. Как-то много времени для гитары. Так что таскается. Единственное, что гитара достаточно нервно относится к сильным перепадам температуры. Тут она на морозе промерзла, тут она возле костра, возле печки нагрелась. Поэтому очень настойчиво рекомендуется каждый раз после окончания игры на гитаре спускать струны. Иначе они на морозе могут, например, полопаться даже при транспортировке. Поэтому струны спускаются, потом вечером натягиваются. Конструкции бывают очень разные. Например, я видел группу, у которой я каждый день снимала гриф с гитары. Каждый раз ключом гриф снимается с гитар, складывается пополам, засовывается в рюкзак, потом вечером складывается обратно. Я видел жестяную гитару однажды. Правда, не в Лыжного горном походе встретились мы с группой, у которой была гитара с декой склепанной и зацинкованной жестью. Звук у нее был очень интересный. Такой очень мажорный, я бы сказал, мажорный тембр. Не повторимо. Зато в такой гитаре можно чай кипятить. Еще сам не видел, слышал только конструкцию гитары, в которой, собственно, был только гриф и на двух таких металлических уголках. Вот эта кобылка называется, которая сзади струны привязываются. Короче, вот гриф с этой кобылкой, струны натянуты, колки, все такое. В качестве резонатора к этой штуке пристегивались котелки. То есть носится только гриф. Нам надо играть. Котелок специально из-за щелка пристегнули и играет. Лучше народ на выдумки хитер. Не музыка. Следующий вариант это только вот этот самый, где склоны крепятся, с колками, а дальше просто полутягиваются. Подмосковывать и не склоны натягиваются. Потом найдешься. Да, еще с порожками, чтобы можно прижимать. Вырезать порожки из колок. Ну, туристы, они вообще народ такой очень музыкальный, поэтому... Точно. Музыкальным инструментом в походах можно посвятить отдельную лекцию. Разные бывают. Еще вопросы? Извини в снаряжении. Всего нам ожидать следующей пятерки. Ну, ожидайте. Как только, так сразу. Как только группа сложится на самом деле, надо вырастить нормальную группу. Сейчас пока что как-то нет хорошей группы на пятерку. Ну, какая группа. Это группа хороша, конечно. Слов нет. Но как бы, ну так вот, в единичку можно брать сразу, вот уже видно. Для двойки надо немножко потренировать. Хорошо, тогда спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ